А ваша фамилия? Авдонин Михаил Александрович. Год и место рождения? Год и место рождения? 1922 год. А где родились? В Иксунский район, Горьковская область. Она Нижегородская область была. И сейчас она Нижегородская. А по какой год вы находились на фронте? Сначала училище артиллерийское. В каком году? В 41-м году. Нет, а на фронте? Это в училище были на фронте? На фронте 42-го года. По какому году? Кончил училище. А закончили воевать? В каком году? Воевать в каком году закончили? Воевать я закончил в 45-м году. В Польской армии. В войске в Польске. Где вы валили? На каком фронте? То есть западный, центральный, брянский, украинский или белорусский? Сначала под Стренградом. У Рокоссовского. Рокоссовский там с северной частью командовал. Затем центральный фронт. Рокоссовский переименовали в центральный. Центральный фронт. При фальсировании Днепра меня ранило. Скажите название, номер армии, корпус, дивизия. Центральный фронт. Нет, номер. Номер армии. То есть дивизия какая-то. Да. Четвертый артистический корпус. Двенадцатая артистическая армия входила в нее. И одиннадцатая армия, тоже артистическая, входила в 12-ю дивизию. Хорошо. Ну, непосредственно 155-й артистический полк. А в каких родах войск служили? Воинская специальность? Например, там, пехота, моряк там или кто? А, артистерелье. Артистерелье. А должность у вас какая была? Начинаю с командира огневого взвода, звания лейтенант. И должность командира батареи. Вспомните, пожалуйста, предвоенные годы. Было ли в стране ощущение надвигающейся войны? Не было. А вы чувствовали то, что война надвигается? Какое-то предчувствие было? Это да. Это по кончанию 10 классов. А из чего оно складывалось? Вы по радио услышали или вообще как в народе, может быть, говорили какие-то разговоры? Это по радио. По радио услышали. О начале войны? О начале войны, да-да-да. Так, а какая была ваша реакция вообще ваших близких, когда вот объявили войну? Какая реакция была? Мы победим. То есть патриотическое настроение? Да-да-да. Мы победим. У нас тогда было, ну, выступление Молотова было. То есть вы слышали его речь, это 22-го июня 1941 года, да? Речь Молотова. А, да-да-да. А слышали вы речь Сталина, вот 3 июля 1941-го? То же самое, да. А какое впечатление они произвели на вас тогда? Вообще. Ну, какое впечатление. Водушевило ли вас? А? Водушевились ли вы их не речь? Вот именно водушевили. Как-ли-как мы знаем, что в Германии у нас договор, и вдруг Германия напала на нас. Расскажите о том, как вы были призваны в действующую армию. То есть вы добровольцем пошли как-то или... Нет, не с добровольцем. По повестке вас призвали. Да, предупредили нас. Тот, кто окончил 10 классов, пойдет в училище, в артиллерийское. И вот мы ждали, когда нас призовут. И нас призвали в сентябре 1941-го года. А в каких сражениях, операциях вам пришлось участвовать? Ну вот, в Сталинградской, потом Орловско-Курской, Центральный фронт, фальсирование Днепра. И вот, при фальсировании Днепра меня ранило. Я попал в двумя госпиталями. Курское госпиталь и Нижегородское госпиталь. Там я извлечился. И потом меня послали в гвардейскую армию. Да. И там я был недолго. Меня как гвардейца направили в польскую армию, войско польского. Да, надолго с командира батареи. А вспомните один или несколько наиболее ярких эпизодов войны? То есть, какая минута, день и события были самыми трудными, опасными, тяжелыми? Ну, было самое трудное, пожалуй, это Центральный фронт. На Центральном фронте. Ну, и фальсированный Днепра тоже самое. А что вот вам наиболее заметные эпизоды? Ну, в маленьком развитке дивизиона пришлось в трудных условиях управлять огнем вместе с пехотой. И вот там меня. А имеете ли вы какие награды? А? Имеете ли вы какие-нибудь награды? За какие заслуги? Вот за фальсированный Днепр меня наградили орденом Красной Звезды. Потом орден Отечественной Войны, первой степени. Медаль за боевые заслуги. Ну, и дальше медали вот эти все. Медаль Ленина там. А какая для вас наиболее дорога медаль? А? Какая наиболее дорога для вас медаль? Это орден Красной Звезды. С какими чувствами вы шли на войну? С какими вы возвращались? Была ли вера в победу, в правоту своего дела? Конечно, вера в победу. А вот, как вам сказать, на первоначальном этапе сравнить ваше первоначальное настроение, то есть мы же сначала отступали, а только потом был коренной перелом, то есть мы начали наступать. Вот какие вот у вас настроения были? Менялось ли оно как-то? Ну так, вот... На Санкт-Петербургском фронте нам пришлось отступать. Километров 15-20 может отступать. И вот там было очень что-то такое положение. Я был тоже на должности начальника разведки дивизиона в составе дивизиона артиллерийского. И вот что, когда начали мы отступать, командир дивизиона дал команду. Все, ничего не оставлять из боевого оружия. Ни винтовки, ни автоматов. И у нас там еще были... Ой, как оно называется... А, ну ладно. Вот мы его отставили. Вот когда отступали, командир дивизиона, что все взяли? Да, да все взяли, как будто бы, да. И вот этого нет у нас. Противотанкового ружья. Да. И вот командир дивизиона отступает уже потише немцы на нас, этот самый. Мы отступаем по Саншеи. Так, командир дивизиона меня взять, обязательно взять. Я говорю, немцы, немцы, видны в Одиннадцатом, а это не мое дело. Да. Вот это, противотанковый ружье, чтобы здесь было. Ну что же, пришлось выполнять. Немцы идут, идут, а я на эту огневую позицию, где мы были тогда. Немцы вперед, вернее, по поверхности я в Таншеи. По Таншеи. Вот добежал, взял, пройдет, танковый ружье делал. И выходит, что немцы бегут там, по поверхности, а я вместе с ними по Таншеи догонять своих. И вот вдруг несколько залпов Катюши по этому месту, где я, где немцы. Немцы осели, а я все равно думаю, все равно, да, выполнить надо приказ. Убьют, не убьют, это, ой, в голове не было. И вот я бегу под ружье, да, потом еще несколько залпов Катюши немцев остановили. И я подбираю, где наши остановились. Сначала меня начали обстреливать наши. Думаю, что это не немец, а мне все равно. И вот когда увидели, что это я, свой. Ты как туда попал, да, так, вот так, да, пехотинцы, да, вот так вот оно, вот, получается. Ну, ваш артиллерист, он там подбегает на огневые позиции, огневые позиции снимается, влечает, ну и я. Вот такое у меня было, да, состояние было, и такое положение. Опасное, да, как на центральном прорезе. А вот скажите, вот вы встречали ли дезертиров на войне? Дезертиров на войне встречали лично или, может быть, слышали? Дезертиров у нас не было. Например, в нашем подразделении, в нашем корпусе дезертиров не было. Я не знал об этом. Хорошо. А вот скажите, вы знали людей, которые с вами воевали, которые бы сомневались в победе СССР? Не пойму. Были ли люди, с которыми вы воевали, ну, то есть товарищи, которые сомневались бы в победе СССР над Германией? Нет, я таких не встречал. Так, как я и сам такой. А что вы знали осенью 1941 года о положении под Москвой? То есть что тогда, какие там было, происходило под Москвой? Я знал, следил за этим делом. Ну, меня тогда еще не призвали. Меня в сентябре призвали. Ну, вы знали о параде 7 ноября 1941 года на Красной площади? Ну, да, да, да. А что вы чувствовали в тот момент? Что чувствовали? Чувствовали, чувствовали, что мы победим, мы отгоним их от Москвы. Как солдаты на фронте восприняли приказ Наркома обороны 227 не шагу назад? Как товарищи у вас на фронте восприняли приказ 227 не шагу назад? Восторженно. То есть? Восторженно. И вот когда узнали, что Стрейн дал приказ там, это самое, стрелять всех, кто отступает без приказа, тоже я восторженно был. Это правильно. Вдруг, если бы этого не было, мы бы давно отступили и далеко бы отступили. А слышали вы во время войны о заградотрядах? А? О заградотрядах слышали ли вы что-нибудь? Ну, вот-вот-вот я и про это говорю. А слышали вы что-нибудь о штрафных батальонах и ротах? А, да-да-да. А приходилось ли вам лично сталкиваться со штрафниками? А, нет. Не приходилось. Есть мнение, что на передовой никто не кричал за Родину, за Сталина. Это вымысел или коммунистическая пропаганда? Это было, было. То есть кричали. За Сталина, за Родину, это было. А расскажите о своих командирах. О командирах своих расскажите, пожалуйста. Может быть, фамилию, имя помните? А характеризуете личные качества? Какие вот они? У меня где-то записано все это. Ну, не помните, не надо ли? Я не помню сейчас. Кого в армии вы считали наиболее выдающимся полководцем? И к какому периоду относится эта оценка? Вот я был на Санкт-Петербурге, в Рокоссовске. А есть мнение, что Жукова на фронте не любили. Называли мясником. Вам приходилось слышать когда-нибудь такое подобное? Нет, нет, не приходилось. А на фронте были люди разных национальностей? То есть в то время было национальное государство? А по вашему мнению, национальности это плюс или минус? Это, пожалуй, плюс. Мы не слышали, вот светит рознь какая-то между национальностями. Сейчас вот отделились какие-то республики, да. А у нас тогда было все, как будто бы мы все из одной лодки. Из одного отряда, все национальности. И у нас были такие, что можно было просто гордиться их поступкам и геройствам. А верили ли вы в то время в Бога? И если да, то религия повлияла ли на вас в войну? Не пойму. А вы верили тогда в Бога во время войны? В Бога? Я вообще в Бога тогда не верил. Не верили? Нет. То есть никак не повлияло? А, да. Ну, в Бога тогда не верил. Был комсомольцем. Ну, кандидатом в партию. Ну, вот когда меня ранило, да, и этот кандидатский куда-то у меня пропал, документы пропали. Скажите, что вам запомнилось из встреч с местным населением? То есть, когда отступали, находились там в каких-то населенных пунктах, как вообще вот, ну, гражданское население как? А гражданское население, да, сначала очень хорошо, патриотично, да, приветствовали хорошо. Вот вспомнили. И ждало, когда, когда вы придете, когда вы придете. Как вели себя солдаты в освобожденной Европе? Вот существует такое мнение, что нередки были случаи убийства и издевательства над мирными гражданами. Ой, нет. Пришлось ли вам свидетельствовать чего этого либо? Этого не было у нас, вот, например, в нашем произведении, в наших частях. Этого не было. Чем удивила вас жизнь за границей, в тех странах, которых пришлось освобождать? Очень хорошо. Вот нас послали от польской армии, войско польского, польское. Нас население очень встречало хорошо. Нас переодели в польскую форму, да, и встречали, как поляков. Ваши отношения к врагу, каким вы его видели, воспринимали? К врагу, как относились к немцам вы? Ненавидели его? Ненавидели только Гитлеров и нацистов? Воспринимали их так же, как солдат? Или, может быть, сочувствовали им? Или, может быть, как-то по-другому относились? Ну, как? Как фашистов мы их ненавидели. Как фашистов ненавидели. Дико гитлерцев ненавидели. А так, относились нормально, как ко всем. А вот когда взяли в плен немцев, как вот вы относились к пленам вообще? Ваши чувства, впечатления? Чувство такое. Хоть бы убили их. Чтобы они умерли страшной смертью. Вы видели национальности, против которых воевали, например, румын, итальянцев, венгров, финнов, японцев, или для вас это был просто враг? Я там не был. Я там только вот в Польше был. Да, а поляки очень хорошо относились к ним. А слышали вы что-нибудь о власовцах? Что? О власовцах что-нибудь слышали? Слышал я, слышал. А о других каких-то контрабандистах? Ой, клаборационистах? Нет, я не слышал. А как к ним относились на фронте? На фронте как к ним относились? Я, например, на фронте о них не слышал. Я только услышал вот после уже войны или в конце войны, что были такие. Люди, даже вот этот генерал, власов, да, я в нем не слышал. Вот услышал, только вот после войны начали говорить. А что наиболее сложным было в быту? В быту что наиболее сложным было? В быту? Вот зимой мы были в землянках иногда в Бороне. Ну, там холод, холодина такая. Бывают печки вот такие переносные. И то заснешь, проснешься, а ты горишь. Все зимой вот это, все наши швейлиевы солдат были обгорелыми от этих печек. Вот. Ну и трудности с продовольствием. А вот когда, на ваш взгляд, было сложнее воевать? Летом или зимой? Сложно когда было воевать? А? Наиболее сложно воевать было летом или зимой? Сложно у нас было, у меня вот было лето. А почему? Почему? Вот когда мы пошли в наступление после Стоянграда. Там то и дело. Давай, 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 давай. Да. И вот даешь, несмотря на то, что тебя вот-вот убьют, тебя вот-вот убьют. Ты не обращаешь на это внимание. И вот эта вот обстановка и заставляет сейчас меня вот вам сказать. В этих условиях очень трудно было. Очень трудно было. Ну и зимой. Зимой, ну, тоже самое, да. Зимой единственное, что только мерзли. В землянках мерзли. Кроме того, больше всего приходилось находиться в срамшерях. Там уже все не греют ничего. Люди замерзали. Засыпаны были снегом. А все лежали, лежали, лежали. Или вперед. Или вперед. То же самое. Не зирая на что, не в сознании того, что тебя вот убьют. Лишь бы только вперед. Давай, 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 давай. А вот если взять вот боевую технику, нашу и немцев, на равных ли это было? Или, может быть, у нас было меньше оружия? Как вот вы считаете? То есть на равных шла борьба или нет? На равных, почти на равных, да. А ваше личное оружие какое было? У них танков много было. У нас, мне кажется, поменьше. А ваше личное оружие? В Курске, видите, да. Там наши танковые войска, танки на танки были, дошли. Да. Наши танки победили. Наши победили. А личное ваше оружие какое было? Личное ваше оружие? Пистолет. А чем оно было для вас? Чем оно было для вас? Что? Для вас чем оно было? Командир батареи был. Для меня? Командир батареи был. Что? Командир батареи. Нет, я имею ввиду, чем оно было? Оружие служило. Оружие, оружие, как защита. Хорошо. Как защита, наступление, как поражающее средство против противника. А вот когда у вас были свободные, ну, свободное время было, какие-то свободные, свободное время, когда у вас было, то есть не было боев, вот какие развлечения у вас были? То есть там... Развлечения? Концерты, может быть, какие-то. Да, были, приезжали. Вот вспомните какой-нибудь конкретный случай. Важно. Таких случаев много было. Вот когда отдыхали от боя, нас проводили в тыл. Ненамного. Были концерты. А кто там, что, я забыл. Давай следующий вопрос. Как вы можете охарактеризовать отношения между мужчиной и женщиной на фронте? То есть были ли женщины в вашей там, ну, роте? Да, были, были. Приведите конкретный пример, пожалуйста, случай по жизни, вот так. Из жизни. Сейчас не говорите. А ты знаешь, какой, милочек? Случай вот какой-нибудь. С женщинами. Какие случаи? С женщинами. Отношения с женщинами. Отношения с женщинами. Он там лежит. Отдыхает. Вот это в Кеннезберге было. Дом там был в Кеннезберге, этим, комендантом. Ага. Пока званий не было, а комендант там был в Кеннезберге. Ну, давайте дальше. Видите? Да. Вот он там познакомился. А водка на фронте, помогла ли она вам воевать или мешала? Кто? Водка на фронте. Ага. Помогала или мешала? Ну, так. Зимой она помогала. А... А когда и откуда вы писали домой? Что сообщали о себе? Все хорошо, все замечательно. А вам запрещали писать что-то о военных действиях? Цензура какая-то была? А вот когда в госпиталях был, на Хульске, потом перейли сюда, в Нижегородскую область, в Нижний Новгород, да. Я родителям вообще не писал. Они меня уж после войны, а что ты не писал-то? Мы бы приехали. Я вот и не хотел, чтобы вас беспокоиться, что вы приезжали. Ну, а вам вообще запрещали писать о военных боях, о военных действиях? Цензура была какая-нибудь? Нет, не запрещали. Ну, я не писал никогда. А... Вы были ранены когда и где? А? Вы ранены были когда и где? Когда прием. Вот. Я уже говорил, приехали в Нижегородскую область. Прихожили в Нижегородскую область. Был ранен. Как и кто вам оказал медицинскую помощь? Ага, ну, перетащили его, а тут солдатся. Он офицер. И перетащили. А остальные все остались. А в какой медицинской части вы были? Я... А в какой медицинской части вы были? Я не помню еще. А кого-нибудь запомнили из лечащих вас? Кто лечил вас? Нет, не помню. А, так. Вы были в плену или оккупации? Нет. А как после войны относились к тем солдатам, которые были в плену у немцев? У меня таких случаев не было. То есть среди ваших знакомых не было? Я не встречался. Я не встречался. А что вы знали о союзниках СССР? О союзниках СССР что-нибудь слышали? О союзниках? О союзниках. Ну, Англии были союзниками СССР. А... Да, слышал. А вот насколько ощущалась их помощь на фронте? Когда мы были на фронте, мы не знали об этом. Да. Уж после войны узнали, чем они нам помогали. Но это хорошо. А СССР мы знаем. Я это узнаю. Как и где вы встретили День Победы, 9 мая 1945 года? Что делали и что чувствовали? Это польская дни была. А настроение какое было? Хорошее. Какой фильм вообще лучше всего передает атмосферу от военных лет? Я не знаю. А вот современные фильмы о войне вы смотрели? Я смотрю фильмы, да. А вот на ваш взгляд, они вот точно передают вот именно то, что было, правдивость? Да, 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 да. А вот если взять писателя, вот какого-нибудь писателя о войне, Знаете какого-нибудь? Кто наиболее правдиво описывал войну? Вот недавно умер. Солженицын? Сын его сейчас вот... Солженицын, может быть? А? Солженицын? Нет. А произведение, может быть, помните его? Ну, давайте дальше тогда. А вот какой фильм о войне вы советуете посмотреть современной молодежи? Вот нам, например. Это тоже. Все фильмы хорошие. Вот что вам еще, может быть, хочется добавить вот к сказанному? Вообще, вот мы вас опросили сейчас. Вы что-нибудь хотели бы нам еще рассказать, добавить, может быть? Может быть, какой-то интересный случай там из войны? То, что было, я уже сказал. Ну, хорошо-то. Спасибо вам. Это за интернет.